Здравствуйте, любители L2R! У нас сегодня на Корее запустили новый сервер. И хотелось бы сразу обратить внимание, что это уже третий подряд сервер за меньше чем один год. То есть у них в июле прошлого года был запуск нового сервера, потом в декабре, и вот сейчас июнь, ну заканчивается июнь, соответственно у них еще один сервер запускают, и их стало уже у них аж 8 штук. Ну и давайте мы сейчас поглядим на какой вообще старт на новом сервере. Ну я думаю может быть кому-то это будет интересно, потому что на предыдущих двух серверах был старт 500 левела и бм, ну то есть чар был 25 миллионов бм. Вот. И вот я тут уже на новом сервере начал, и у меня в принципе персонаж сейчас новосозданный, я им пока еще вообще ничего не делал, ничего продемонстрировать вообще, что нам в принципе дают. Ну опять же такие, сразу хочу обратить внимание, что никаких там слухов по поводу будет ли запуск новых серверов на европейском, так сказать, континенте нету, поэтому это просто видео ознакомительное, это не значит, что это то же самое ближайшее время будет у нас. Нет никаких там даже на уровне слухов ничего нет, и новых серверов уже сколько, года четыре по-моему уже нет. Я не помню, когда там хаде у нас запустилось три года, четыре года назад, я даже по-моему видео делал по этому поводу. Вот, итак, как только мы начинаем, мы видим, что бм 51 миллион сходу, и что тут у нас дальше есть неинтересно, но я так чуть-чуть уже посмотрел, поэтому тут небольшой спойлер, у нас сразу же сходу 40-я точка ячеек максимальная, ну не максимальная смысла, ну 40-я точка, то есть фуловая, понятное дело, что максимальная софта, а тут аж 40, ну у нас на европейских серверах, там у большинства даже буловый 40-й нет, а тут вам соответственно чар сразу же созданный, это уже, так сказать, лишает прям очень главную боли, поэтому это уже даже круто. Далее, что тут еще у нас есть интересного, давайте, наверное, посмотрим петов, ну и агатионов, там есть у нас тут что, это я честно скажу, не смотрел сам, агатионов начнем, мы видим, что тут агатионы юэрные, так, юэрных, наверное, завезли, да, нажать, да, у нас куча юэрных агатионов, да, походу у нас все юэрные агатионы, которые доступны на халяву в игре, остальные агатионы это донатные, профные и так далее, ивентовые, вот, а обычно агатионы у нас все юэрные, ну да, это сразу же облегчает, так сказать, вот весь сбор, так, ну, юэрных тут видим нет, дальше, что тут по петам, у нас петы есть, так, ну, базовые стандартные петы у нас есть, и жук, олень ивентовый, так, плюс всякие разные петы, которые можно оттекать из коробок, потому что сейчас такие котики тут, вот тут жуки колорадские, ну да, в основном это обычные петы, то есть не рарные, это те, которые можно доставать из коробок, и они, заметно, тоже все сразу же юэрными идут, и, в принципе, да, это тоже довольно-таки неплохо, ну, ивентовых, и донатных, само собой, здесь нет, вот, поэтому, так что нормально, так, что еще, артефакты, какие тут наборы есть, как минимум один, два набора, ну, артефакты скромно пожадничали, всего лишь два набора артефактов, артефакты надо уже собирать, это у нас что, а, это у нас двойной класс, выбор двойной класс, я еще просто не ел, вот потом, батл мастери, так, а батл мастери у нас, да, тоже нужно эти пятаки все собирать, мы видим, что их не дали нам, по трансформам здесь прям перекати поля, вообще по нулям трансформ никаких нам не дали, но их там дадут до хрена, я потом покажу где, так, эликсиры, вот, давайте мы еще эликсиры посмотрим, так, базовые эликсиры все юэрны, но не до конца залиты, и рарны эликсиры, даже четыре верхних у нас элэрных, но тоже не до конца залиты, а потом идут эсэрны, вот, это эликсиры, которые, как раз, на европейском клиенте, если они добавили, а вот на корее они уже есть, но они, видите, тоже не залиты, тоже базовые, эликсиры дождают сходу, так, по руну, давайте мы еще глядим, что там с рунами, так, тут тоже видно, что частично залито, частично что-то пробуждено, ну и суммарный БМ тут, в принципе, ну да, БМ дает, это как бы маловато, посмотрим еще по столбу, по-моему, по столбам здесь тоже какая-то тишина, Да, столбы вообще у нас не сделаны. По нулям все. Так, это что такое? О, заимосмотка утонула. Ладно, переспускаем. Как видим, что заставка такая же нарядная, новая, как и на европейском сервере. Но я уже в предыдущем видео, которое я сегодня в обед выкладывал, говорил, что по контенту мы сравнялись, а разница только в донате. Ну и, кстати, заодно вот на видео покажу, что у них тут по донату есть, чего нет у нас. Ну, раз уж начал записывать, почему бы и не показать. Я думаю, это кому-то тоже будет интересно. Причем здесь есть одно важное момент. Проспойлирую немножко. Вот у нас ввели вот этого четвертая пробуду персонажа, но не ввели паки, которые с этими камнями. Вот тут они, эти паки есть, их много, они разные, и походу просто разработчики в очередной раз забыли добавить нам какой-то контент. И в очередной раз нужно создавать петицию на форуме, мол, какого собственного ариахера. Потому что это как минимум странно. То есть вводить одновременно и там, и там, но при этом забыть нам добавить донатные паки. Ладно, возвращаемся к нашему персонажу. И давайте смотреть, что тут еще. За чем остановились? Так, столбом проверяем. А давайте еще кубики подведем. Кубики. Книжки. Ну, видим, что тут трезгаком миллион дает ФБМ. То есть, наверное, что у нас уже есть. Так, музатерпы у нас понятно нет. Что-то все как-то пусто. А какие книжки-то какие-то по-любому же сделаны. Откуда-то АБМ-то. А вот, да, вот они нижние книжки уже сделаны, расставлены. Ага. Да, все full UR. Ну, UR-ных, понятное дело, нет. Так, ладно. Значит, еще я хотел знать, чтобы смотреть. А сколько у нас вообще здесь процент игнора и снижения в этом чаре? Ну, прям мало. 740 и 679. Это прям совсем ни о чем. Понятное дело, что надо все делать. Кстати говоря, можно же здесь еще набрадо собрать. Тут же вон их сколько. Ох, ёп. У нас же 50 миллионов ФБМ. Тут же можно все это дело сейчас собрать. Даже под красных плутать. И даже коробки SmartFem пооткрывать. Которые у нас сегодня ввели. На Корее. Но я сейчас вам тоже их покажу. Почему нет одной кнопки, чтобы сразу забрать все? А я еще не продемонстрировал, какой тут гернам персонажа. Понятное дело, что пвпшный сет нам дали. Но надо глянуть, остальные нам сеты вообще дают. Нет? Я что-то тоже не обратил внимания. Но я говорю, я этого чара только создал. Им еще пока ничего не делал, чтобы, так сказать, продемонстрировать на видео. Что-то я уже заебался. Ну ладно, сейчас Адена заодно поднимем. Я же этим чаром нигде ничего не фармил. Аденка нам пригодится. Так, все, собрали. И посмотрим, сколько у нас сейчас будет здесь красных. Хуяк. Хуяк, хуяк. Ох ты, 19 тысяч красных. Поэтому мы сейчас тут разгуляемся. Поэтому мы сейчас прям, ух. Так. Ну давайте сразу к делу покажу. Какие тут коробки появились у корейцев. Опять морфы. А, заебись. А, 520 турбий нужен. Блядь. Ладно, мы качнем. Ну, коробки посмотреть можно. Ну, опять у нас морфы минимально 14 идет. То есть, жадничать, жадничать, корейцы. Они просто прекрасно понимают, что как только они сделают минимальную 15, то это будет такой, как бы, относительно халявный буст для всех. Потому что, если 14 морфы, в большинстве случаев они бесполезны, потому что точится нихерово. А 15 морфы при фейле-точке пойдут в коллекцию. И коллекция дает прям очень плохо БМО, то есть, закрывает. Вот. Ну, до 17 они здесь идут. Ну, и, кстати говоря, здесь нету какого-либо прям откровенного мусора в этих коробках. То есть, тут морфы, точки. Эти модные точки непосредственно тоже самих морф. Ну, и куски билетов. То есть, нету каких-то там кубиков, кубиков. То есть, нормально. Вот. И, соответственно, что тут дальше у нас идет. Ну, раз начал про донаты, я вам хотел еще показать на этом видео, что вот у них тут. Так как добавили сегодня четвертую пробуду, и у нас у них вот такой вот пак есть. Где 35 камней за 12 тысяч вон. Это, блядь, примерно... Алиса! 12 тысяч корейских вон в рублях. 758 рублей. 750 рублей. Так. Значит, и у них, по-моему, еще тут другие еще паки есть. Вот такой пак за 33 тысячи. Получается 2. С копейками, да, на 100 камней. И 109 тысяч корейских вон. Это, ну, получается, это 7 с половиной тысячи, да, где-то. Вот. Тут получают 220. И вот еще коробки с рандомом. Тут можно еще поднягать. Да, у них, видите, что сразу дали возможность иблазаврам это тело покрутить, что-то с этим сделать. Вот, если откроем рейтинг по всем серверам. БМ, это БМ не клан, это БМ одного персонажа. То есть миллиард сорок восемь. Вот такие дела. Ну, здесь точка, понятное дело, максимальная. Вот второй сайт даже, ну, 60 с копейкой. ЧПМ, ОГОГО. Можно набрать. Главное, что-то я отвлекся. Давайте мы посмотрим, какие тут нам дают награды, когда мы будем набирать уровень. Значит, надо только это все делать и найти. Да, по-моему, это здесь. Ну, так, чар новый. Смаркуй можем 13 получить. В честь чего-то какие-то кусочки. Это за нахождение времени в игре, что ли? Ну, вот о чем я и говорил. То есть, скорее всего, это, наверное, посвященный новому серверу. Вот это вот. То есть какой-то ивент, который дает просто так 13-ю лерную морфу. Здесь у нас тоже есть какие-то мероприятия. Ну, мне кажется, это все в честь нового сервера, чтобы их побыстрее бустить. К сожалению, заново пришлось клиент ставить. И я не могу сейчас переключиться на другого персонажа. Там, если я не делал никаких привязок, как бы все проебано. Поэтому, хотя, можно же зайти нового персонажа создать. Запросто на старых серверах. Ну, вот, значит, какие тут награды. С 500 по 600 уровень. Так, ну, это мусор. Вот, идут, так, это опыт. Основные награды вот здесь вот. Они такие же и были на предыдущих серверах. Вот в AirTubic, и морфы. Такие мелкие, кстати, донатные столбы. Материалы, чтобы это все дело заливать. То есть, в принципе, это все у нас уже было. Я это демонстрировал год назад, когда развлекался на тогдашнем сервере. Вот. Это все до 600 уровня идет. Но тут же, тут дальше идет продолжение. То есть, начиная, как бы, после 600. Вот, тут дальше награды, в том числе, вот здесь, морфа на выбор десятый, морфа на выбор восьмая. И дальше понеслась. Тут LR-ные кубики. То есть, чего не было. Вот. UR-ные, LR-ные тут на выбор. То есть, все как положено. Ну, в основном здесь, да, видим, что кубики. Морфы вот десятые, UR-ные, LR-ные. То есть, это все для того, чтобы закрывать нам кодекс. Куча-куча кубиков LR-ных. Вот. То есть, буст приличный. Билет, опять же, есть очередное установление. Так, тут вот, кстати, для странички дезитерных кубиков. На концерте еще два билета. То есть, это видно, да? Вот. Вот тут еще у нас у меня. А это, кстати говоря, ивент, который уже у них начался. Ну, у них там уже сколько времени-то всего сейчас? Наверное, где-то 4 утра, 5 утра уже, наверное. Это у нас будет завтра. Поэтому, как будем это все дело крутить. То есть, по наградам понятно. Что тут еще можно продемонстрировать? Ну, а что? По большому счету, давайте посмотрим, какие тут уже на старте БМ и есть. Ну, вот уже, видите, опять у нас, кстати, в новом луке. И люди за один день вот умудрились уже 95 уровней поднять. А, да, хотелось вот еще посмотреть. Значит, LR непонятно. Дали здесь. Это вторая пробудка, потому что третья пробудка. Пушки у них есть. Кстати, на Корее, да, у них нету красных шмотов, по-моему. А, вернее, у них пушки как бы есть, но они выглядят как белые. Хотя у нас они красного цвета. Да, мы видим, что тут все по трендеутам есть. И шмот у нас тоже весь есть. И есть, кстати, тогда получается у нас коллекция может быть, да? Где она, хер его знает. Это коллекция тут по 1 ID. А вот, наверное, сейчас можем БМ еще поднять. Сейчас она все посчитает. Что-то призадумалось. О, полтора миллиона БМ. Но, кстати, не все он закрыл. То есть, что-то у нас, значит, каких-то у нас атрибунов все-таки не хватает. Да, не все у нас есть. Не все нам дали. Что-то надо будет закрывать. Но, наверное, это в первую очередь, конечно, пробуждение. Вот. И... Тут-то титул должны были еще надавать нам, да? Да, нам дали кучу титулов сразу же. Сейчас мы их поактивируем. Еще БМ поднимем. Опять тыркать все это дело. Я не знаю, вряд ли, наверное, буду я здесь качать чара до 700 уровня, чтобы забрать награду. Потому что, начиная с 605-го, это нужно вот это закрывать как бы хрень. А то, где у нас тормозят искусство тут кап. Ходить на боссов, тут-то разница по времени. Понятное дело, что они, как бы, впереди корейцы. И поэтому ловить этих боссов, это, как бы, совсем будет лениво мне делать. Плюс мировые боссы. Потому что это херня, вот они не убрали никак. Так, титулы. Давайте мы их активируем. Посмотрим, что нам еще даст. Что, и все? ГГ? Нет, еще 118 тысяч. Ну, это можно еще, значит, красным забрать, да? Это, получается, еще 5000 красных, да? Сколько там, за 52-й? Ой, за 52000 бм, я уже не помню. Да, 5000. И, напоследок, я хотел еще посмотреть, какой тут специально для сервера есть донат. У них это отдельный мегатлотный момент. Так, вот тут у них такой пункт есть. Это сезон пассы, батл пассы, хуясы. А вот тут у них же идет для новичков. Да, можно опять задонатить и сделать за терный шмот. Уху. Так, тут всякие банки на опыт. Ну, теперь понятно, откуда там люди по 100 левелу взяли за день. Тут у нас можно купить 4 пака и сделать... Ну, да, получается, там тот пак на пуху и 4 пака. Это, кстати, был на предыдущих серверах, на новых. То есть, это все... Мученьки, паки один за ним. Это все, конечно же, чтобы опыт-опыт набирать. Вот, тут у нас еще на профу что-то есть. Коробка костюма, кстати, какие-то старые. Ладно. Это кубики. Кстати, такой пак будет мне не помешал. У меня есть каких-то пару книжек, где не хватает конкретных юрных кубиков, чтобы, так сказать, по фэншую все было. Отдельные паки на пробуду. Так, а геройский нет. Здесь герой сыгребок нет. Зато, кстати, пайк он стоит 22 тысячи. Вон, всего это полторы тысячи рублей получается. То есть, довольно выгодно. Ну, если прямо сразу все сделать. Тут паки всякие с трибутами. В конце паки тоже на пробуду идут. И отдельно пак идет с геройским биржой, который расчет на то, чтобы сразу сделать full LR с третьей пробудой. Да, кстати, получается, нам кином вообще биржу нам какую дали. Ну, тут нас. Ну, кстати, вот я всегда начинаю. Ешка, мне так прикольнее. Вот. Да, понятненько. Банки еще дали. Наверное, они что-то дают, какой-то опыт. Где-то. Может и нет. Не знаю. Да и, в принципе, что-то еще можно рассказать, показать. Ничего особо здесь больше интересного нет. Надо качать левел, собрать награды, да и все. Я, наверное, еще покачаюсь и хотя бы взять 520 уровень. Посмотреть, что там. У нас нападок коробки с морфами. Сколько будет ЛВМ. И если кому-то интересно, ставьте в комментариях. Я, может быть, еще одно видео запишу, так сказать, через несколько там дней. О результатах, что тут можно делать. Ну, а так, спасибо всем за внимание. Всем пока.